Добрый день всем. Меня зовут Алексей Найденов. Я генеральный директор компании ITO Labs. И я хотел бы рассказать о языке программирования Go и о том, как именно он влияет, и вообще, как языки влияют на отказоустойчивость проектов, которые на них реализуют. Для начала я хотел бы пояснить, чем мы занимаемся, потому что конференция называется FailRover. Надежность сайтов, отказоустойчивость сайтов. Мы, на самом деле, немножко из другого мира. Мы из телефонии. Мы занимаемся платформой виртуальных телекоммуникаций для операторов. То есть бизнес-идея там очень простая. Мы делаем лучшую телефонную платформу, лучший продукт на базе этой платформы. А наши партнеры-операторы, которых на текущий момент уже 44, предоставляют услуги этой платформы, этого продукта конечным абонентам. Наконец, с прошлого года у нас было 5000 компаний-пользователей, 20 тысяч абонентов, 300 вызовов минуту в дневные часы без учета внутренних разговоров. И за прошлый год 100 миллионов минут за год, только тоже без учета внутренних. Конечно, по меркам уважаемых организаторов конференции, да и большинства участников и слушателей, 20 тысяч абонентов – это не очень много. Но есть два отличия важных. Не отличия, а две специфики. Во-первых, это бизнес-абоненты. Во-вторых, это услуга реального времени, это телефония. В разнице в восприятии, да, потому что если вдруг по каким-то образом, по каким-то причинам сайт не работает, страничка не загрузилась, то что делает пользователь? Он идет пить чай там или пишет твиттер, что такой-то сервис не работает. А вот если наступает что-то, какая-то проблема с телефонией, и там пользователь не может дозвониться, или ему не может дозвониться, то наступает катастрофа. В этом разница восприятия, потому что все привыкли к тому, что телефон – это что-то, что работает всегда, без исключения. Я помню, один наш клиент однажды прислал нам, ну, после одного сбоя, примерный расчет, сколько денег ему приносит каждый разговор, каждый входящий вызов. Понятно, что в среднем по серверу эта цифра заметно меньше, но все равно, если эту цифру умножить на 300 вызовов в минуту в рабочие часы, то получается хорошая сумма, порядка десятков тысяч рублей. И, конечно же, мысль о том, что вот прямо сейчас, в эту минуту, когда сервис не работает, каждую минуту все клиенты сервиса в сумме теряют деньги, она очень сильно мотивирует к тому, чтобы воспринимать и надежность, и отказовосочивость крайне серьезно. Поэтому кое-что мы в этом понимаем. Ну, наша архитектура. Да, нужно понимать, что долгое время мы работали на неком вендорском решении, которое, в общем, обеспечивали его отказовосочивость традиционными способами, это DIRDB, это Pacemaker, ну, в общем, полный весь стэк. Поверх него был еще сначала VMV, потом, когда стало понятно, что VMV плохо работает в системах реального времени, потом был ZEN, потом в конечном итоге KVM, ну, все вот это вот. И при всем при том, что все компоненты, которые мы там использовали, работали, в общем, ну, не то чтобы безупречно, но близко к тому, все равно не удавалось достичь надежности выше там, ну, она была чуть-чуть выше трех девяток каждый год. И, конечно же, нас это никак не устраивало. Естественно, надежность и отказовосочивость были не единственными причинами, почему мы задумались о смене платформы. Рано или поздно нам пришлось это сделать. Были еще вопросы масштабирования, были вопросы удобства и скорости разработки и так далее. Но факт остается фактом. В 2012 году мы об этом задумались, приняли решение и написали свою собственную платформу. И, конечно же, когда мы об этом думали, у нас стал вопрос выбора платформы. Безусловно, мы провели очень обширный масштабный поиск разных платформ, телефоней и open source, и вендорских. Поняли, что ни одно из них нам не подходит, потому что мы-то рассчитывали сделать идеальную услугу, которая будет рассчитана на 10 лет вперед. А те платформы, которые есть на рынке, в том числе и open source, они решали хорошо эти задачи, если 10-летней давности. Поэтому в конечном итоге мы пришли к необходимости писать свою собственную. И тогда мы встали перед вопросом выбора архитектуры и выбора языка программирования. Здесь следует философское отступление. Какие вообще существуют подходы к отказоустойчивости? Я могу назвать три. Безусловно, это не три четких градации, это такая шкала. Первый подход — это никогда не падать. Очень хороший подход, который, тем не менее, требует много чего. Во-первых, он требует тотального контроля над всеми аспектами, начиная от железа, операционной системы, библиотек весь, полностью. Во-вторых, он требует очень хорошего понимания предметной области, детального понимания задачи. Кроме того, он требует очень хорошего подробного проектирования с самого начала и до. И простым тестированием никак не обойтись. Необходима верификация кода. И, конечно же, для того, чтобы работать в рамках этой парадимы, необходимо очень много денег. Говорят, что 10 лет назад стоимость одной строчки кода у NASA составляла 1000 долларов, при том, что писали они практически на assembly real-time. Поэтому, безусловно, есть, конечно, отрасли, где такой подход оправдан. Ну, там, по крайней мере, я очень сильно надеюсь, что там такой подход применяют. Это авионика, система безопасности атомной станции и так далее. Но все же наиболее известен, я думаю, всем слушателям и всем участникам другой способ, другая крайность. Это выбор второй. Надеяться на лучшее. Этот подход заключается в том, что исходит из предположения, что мы там живем в счастливом мире розовых пони, где все всегда работает так, как нужно. Поэтому мы можем смело использовать в нашем проекте любое количество компонент внешних и надеяться, что никакой хакер нечаянно не распубликует свою библиотеку с NPM, и у нас все не развалится. Можно разбираться с задачей по ходу, то есть начать стартовать там с простого понимания и дальше двигаться, двигаться, пока не достигнем более-менее сложного понимания задачи. Можно не проектировать совсем. Можно исходить из предположения, что после того, как тестировщики протестировали проект, то проблем больше не будет. На продакшене ничего не сломается и все будет отлично работать. Но у этого подхода есть прекрасная особенность. Он практически бесплатен. Для этого не нужно каких-то специальных расходов. Лучше всего этот подход был сформулирован в известном дивизии Фейсбука Move fast and break things. Наконец, есть третий подход, к которому приходят со временем, с опытом, когда жестокая реальность приводит к мысли, что отказы все-таки случаются, что мы не в мире розовых пони и что обязательно что-нибудь случится. Упадет оборудование. Если там 10 серверов отказывает, один сервер отказывает хотя бы раз в год, то на 100 серверах отказы будут случаться уже ежемесячно. Программисты делают ошибки, тестировщики их пропускают. Пользователи потом находят такие способы использования вашей системы, которые вам не приснятся в страшном сне. Поэтому остается один единственный выход. Принять неизбежность отказов и, конечно же, научиться с ними работать. Для того, чтобы это сделать, безусловно, требуется некоторый контроль. Частичный, безусловно, частичный. Но над всем стэком, над всем приложением сверху дониза, вертикальный. Требуется хорошее понимание архитектуры приложения, которое вы строите. Эту архитектуру потребуется спроектировать, безусловно. И, безусловно, придется научиться обнаруживать и устранять сбои в ходе работы непосредственно в рантайме. Это, конечно же, не бесплатно. Требуется больше усилий и на проектирование, и на какую-то начальную разработку. Но, тем не менее, это посильно. Этот метод известен как let it crash или fail fast. Что означает для команды, которая занимается разработкой какого-то проекта? Что означает выбор подхода к отказоустойчивости? Это выбор процесса разработки. Это выбор инструментария. Это выбор процессов развертывания. Безусловно, все это намного больше. В конечном итоге это можно обозвать одним словом. Это культура. Культура разработки, которую команда принимает для того, чтобы использовать в этой разработке, для того, чтобы жить в этой культуре. И здесь возникает вопрос. А что первично? Культура или язык? Язык влияет на культуру или культура определяет язык? В лингвистике есть гипотеза лингвистической относительности Сипира-Уорфа, которую можно сформулировать так. в самой его максимальной версии. Язык определяет мышление. То есть лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории. Я сейчас здесь делаю эффектную паузу, чтобы вы смогли осмыслить. По этому поводу в интернете есть множество различных материалов, начиная от серьезных исследований, заканчивая анекдотом на тему того, как различают синий цвет англоговорящие и русскоговорящие люди. Но если принимать эту гипотезу, то безусловно придется принять, что она распространяется и на языке программирования. Версии для языков программирования ее сформулировал гипотеза Пол Грэм в своем эссе. И она звучит как «программисты удовлетворены любым языком, которым им пришлось пользоваться, потому что язык диктует им, как они должны думать о программах». Что это означает? Язык, который вы выбираете, вы не просто его используете как инструмент. То есть безусловно для всех слушателей интуитивно понятно, что язык — это инструмент, и что для каких-то задач он подходит лучше, для каких-то задач он подходит хуже. Я утверждаю, что больше того, язык формирует способ, которым программист думает над конкретной задачей. Поэтому если программист, который привык работать в одном языке и в другом языке, если дать им одну и ту же задачу, скорее всего, с большой вероятностью, они придут к решению разными путями и разными алгоритмами. Исходя из моего опыта, ну, из опыта моей команды, я бы сказал так, что лучший язык программирования, разработки, если вы собираетесь доводить код до совершенства, идти первым путем подхода к отказу устойчивости, это может быть язык Ада или язык Эфель, в котором есть контракты и в котором верификация кода была еще до того, как это стало модным. Еще бы я добавил к этому списку язык Аканал, на котором довольно много практического кода именно в высоконагруженных, высоконадежных и отказоустойчивых системах. Если вы собираетесь писать много быстро и будь что будет, хороший путь, когда вы собираетесь стартовать какой-то проект, то там список очень длинный и вы все его знаете. Это Node.js, PHP, Rabi и так далее. Если же вы собираетесь примириться с отказами… Да, важное отступление. Я никоим образом не говорю, что какой-то из этих языков хуже, а какой-то лучше. Спасибо Боже. Я просто пытаюсь сказать, что для каких-то задач, для каких-то подходов конкретный язык может быть естественнее, чем для других. Так вот, если вы собираетесь идти путем, который называется FileFest или Let it Crash, или примириться с отказами и полюбить их, то там список получается другой. Ну, во-первых, это любимый Erlang. Во-вторых, наверное, это Aka, который на самом деле не совсем язык, это фреймворк, но если его использовать совместно со скалой, то можно рассматривать как язык, потому что это получается расширение синтаксиса. И, наконец, Go, язык, о котором мы приняли для себя и о котором я хотел бы вам рассказать. Краткая история Go. Стартовал в 2007, открыт в Open Source в 2009, первая версия 2012, и примерно тогда же мы начали ее использовать, даже чуть-чуть раньше, это было где-то в марте 2012 года. И дальше релизы каждые сколько-то месяцев. Инициатором был Google, который для того, чтобы реализовать язык для себя, для своих собственных задач, создал довольно звездную команду. Ну, это всем известный Роб Пайк, который отметился много где. План 9 в Инферно, в Лимбо, был автором УТФ-8, Кен Томпсон, который отметился в UNIX и Роберт Гризмер, которого мы любим за Яву Ходспот и за генерацию кода в V8, и более 700 других участников. Если посмотреть первый взгляд на Go, то что можно увидеть? Что это всеподобный язык, обычный. Ну вот, смотрите, то есть видно, что он поддерживает константы, видно, что там можно объявлять переменные, видно, что переменные можно объявлять с типом, можно объявлять без типа, то есть там есть выведение типов. Видно, что можно делать структуры, видно, что можно эти структуры инициализировать, видно, что, скорее всего, там автоматическая сборка памяти, то есть сборка мусора. И видно, что у него есть встроенные волшебные структуры, это ассоциативные массивы и обычные массивы. Когда я читал похожий доклад на конференции уважаемых партнеров BITREX 24 партнерской, то потом самое большое число отзывов было как раз на тему того, что как клево, спасибо, я написал Hello World. Так вот, Hello World. Код на Go. Что можно сказать, глядя на него? Что это C-подобный язык, что точки с запятой в отличие от C не обязателен, что скобки в управляющих структурах тоже не обязательны, что делает код более читаемым, что фигурные скобки с другой стороны более обязательны, что тоже делает код читаемым, и что код организован в пакеты, и также что типизация статическая. Тип выводится автоматически в большинстве случаев. Дальше случается магия. Мы говорим GoRun. И у нас этот код автоматически компилируется, запускается, у нас есть готовая программа. Мы потом можем сказать GoBuild, запустить эту программу, и она получилась. Окей, здесь никакого волшебства нет, код понятный. Идем дальше. Попробуем его усложнить и сделать что-нибудь полезное. Сделаем HelloWorld, который будет работать поверх HTTP, и будет выдавать что-нибудь полезное. Ну, например, выдавать текущую загрузку процессора на этой линуксовой машине, на которой его запустили. Что мы можем ответить на этом коде, на этом листинге? Во-первых, то, что функции выступают параметром. То есть функции у нас являются первоклассным объектом, соответственно, мы можем в той или иной степени писать в функциональном стиле. Во-вторых, мы видим, что импорт ссылается сразу на репозиторий в GitHub. Все верно, так можно и так нужно делать. Это может быть репозитория на GitHub. Git поддерживает также Mercurial, SVN и другие репозитории, в смысле другие системы контроля версий. Можно использовать свои собственные внутренние репозитории, безусловно, для этого. Видно, что HTTP и JSON в штатной библиотеке это одна из особенностей Go в силу того, что он практически не использует внешний компонент. В нем все реализовано внутри, у него очень большая и богатая внутренняя библиотека, такая же, как у Erlangen, например. Видно, что есть интроспекция Reflection, которая используется в Inconin.json, потому что мы даем структуру, просто структуру, функцию маршалинга, и на выходе у нас получается сразу же текст JSON, который, очевидно, был каким-то образом, его структура вытащена при помощи Reflection из описания внутреннего структуры. Обратите внимание, что для того, чтобы получить эту библиотеку, на которую мы слались в слове import, необходимо сказать слово go get, которое скачает и автоматически соберет нужную нам библиотеку. Это разовая процедура. И после того, как мы это сделали, мы можем запустить и убедиться, что наш код работает. То есть меньше чем за 5 минут мы получили работающий веб-сервер, который, к тому же, довольно быстрый, который сразу же делает полезную вещь. Одно из претензий go, которые я слышу, это то, что объектно-ориентированное программирование в go не настоящее, радости не приносит. С моей точки зрения, это скорее плюс, потому что сам я объектно-забычным программированием отлюбил его, не знаю, лет 15 назад. Но, конечно же, для того, чтобы представлять всю цветущую сложность мира, необходимы какие-то структуры и желательно какие-то методы для работы с этими структурами. У go для этого есть методы интерфейса. Метод можно определять для любого типа, это не обязательно структура, можно определить методы для строенного типа, которые есть в go. И интерфейс – это просто описание каких-то методов. В результате любая структура с сигнатурой методов, которая подпадает под этот интерфейс, автоматически становится реализацией этого интерфейса, что на самом деле очень удобно. Вы можете реализовать свою собственную структуру с набора функций, которые подпадают под какой-нибудь штатный интерфейс, и дальше все библиотечные функции, которые пользуются этим интерфейсом, сразу же начинают работать с вашей структурой и с вашими методами. Вот видно, как объявляется интерфейс, видно, как объявляется инициализируется переменная типа shape в данном случае. У go есть свой собственный null или void, указатель на void. Это интерфейс с двумя фигурными скобками, для которого можно инициализировать натурально слово nil. И для того, чтобы привести какой-то тип к другому типу, есть так называемый type assertion. Обратите внимание, что в последней строчке, в 21-й type assertion, там используется множественное присванивание. Вот вторая переменная, которой присваивается значение, она будет буле у типа, и в нее будет положено… runtime go положит информацию о том, сработал ли этот type assertion, то есть правильный ли там тип указан в этой переменной или неправильный. Пока что все я рассказал, было понятным и простым. Любой язык программирования, статически типизируемый, компетируемый, вот под это описание подпадает. В go должно быть что-то еще, что-то, за что его любят разработчики высоконагруженных, распределенных и высоконадежных, отказоустойчивых приложений. А это так, я потом покажу. Так вот, это что-то называется go-outens. Это сопрограммы, которые, тем не менее, несмотря на то, что они сопрограммы, они, тем не менее, могут выполняться в различных потоках выполнения операционной системы. То есть с точки зрения разработчика их можно рассматривать как легковесные потоки выполнения. Они очень легковесные, там меньше двух килобайт на каждую. Затраты на создание ничтожны этой сопрограммы. У go есть свой собственный планировщик, который переключается между этими сопрограммами. Передача управления происходит в случае выражения go, которое запускает какую-то сопрограмму. Если происходит блокирующий вызов, например, вы читаете из сокета, а там данных нет. В этом случае планировщик просто перепланирует и отдает контроль над процессором следующей сопрограмме. Если происходит сборка мусора и если происходят операции с каналами. Сейчас мы про каналы поговорим. Обратите внимание на код слева. Это на самом деле работающий экосервер. Эти сопрограммы будут выполняться параллельно в несколько потоков операционной системы, причем по умолчанию число потоков равно числу ядер CPU. Вы можете менять ее в большую, в меньшую сторону. Понятно, что в большую сторону смысла нет. В меньшую сторону иногда бывает полезно, если вам необходимо выделить эти ядра процессора для какой-то другой задачи, аффилировать их. И запускаем, и у нас с вами получился экосервер, который может одновременно держать столько сокетов, сколько позволит операционная система. В интернете довольно много всяких страничек на тему того, смотрите, я только что собрал экосервер, который держит 10 миллионов соединений на одной большой машине с большим количеством памяти и прекрасно справляется. Все верно. Каналы. Каналы — это средство коммуникации между сопрограммами, между GoLoutens. Канал можно представлять собой как направленную очередь в n элементов, и по умолчанию это n равно единичке. Канал может быть параметром функции, может быть членом структуры. Канал является итератором с точки зрения Go, то есть можно использовать конструкцию, вот такую конструкцию, которая просто перебирает последовательно все сообщения, которые приходят в канал. У канала, очевидно, есть тот, кто в него пишет, поставщик, и тот, кто получает, получатель. Канал можно передать через канал, кстати говоря. Для этого должны быть специальные преднапеременные типа канал каналов. Канал, безусловно, не единственное средство синхронизации в Go. Там есть и mutex, есть атомарные переменные прямо с раздачей в библиотеке. Но канал — это не просто штатный механизм, это наиболее удобный механизм. То есть через какое-то время разработчик приходит к мысли, что проще и правильнее делать так, так же, как в Ирланге. В Ирланге это форсируется очень жестко, в Go не так жестко. Но постепенно вы приходите к мысли, что если у вас, например, есть какая-то структура, какая-то переменная, которая должна меняться со стороны нескольких рабочих программ, то это можно сделать при помощи mutex, а можно сделать при помощи канала. Вот, например, эта программа, вполне себе работающий код от начала до конца, это счетчик HTTP запросов. Реализованным каким образом? Мы запускаем сопрограмму, которая вот называется count, которая просто выдает в канал следующее значение этого самого счетчика. И все другие сопрограммы оттуда это значение читают. В результате у нас с вами получилось конкурентное приложение, которое будет работать на многопроцессорной машине, если предположить, что у нас там не просто итератор, а что-нибудь более сложное, который будет эффективно утилизировать процессор, несколько ядер процессора, и которая занимает всего 20 строк кода. То есть с этой точки зрения Go реализует модель CSP, Communicating Sequential Process, которая была предложена Энтони Хором еще в 78-м году, в отличие от Erlang, который реализует модель электров. Оператор для того, чтобы работать с несколькими каналами сразу, в Go реализован оператор Select, который похож на оператор Switch, но позволяет выбрать первое пришедшее сообщение сразу из нескольких каналов. Вот на самом деле код, который слева, это стандартный штатный способ в Go каким образом сказать сопрограмме Growlting, что она должна завершиться. У нас есть некий процесс-обработчик, сервер, который принимает сообщения и отправляет их на обработку. Обратите внимание, что он обрабатывает их не в той же самой нити, а запускает еще один процесс. Еще одна сопрограмма, которая может стартовать обработку в рамках этого же потока исполнения. Позже может сразу же стартовать на обработку в рамках другого потока исполнения. И если эта сопрограмма, которая называется сервер, у нас получает сообщение из канала Quid, который может послать некий управляющий поток, то она завершается. Поскольку Гоу был придуман, очевидно, придуман в Гугл как замена в большей степени Яве и C++, по крайней мере, по признанию самого Пайка, то в Гоу есть штатные способы взаимодействия с CIPI. То есть можно подключать библиотеки, причем для этого не требуется никаких дополнительных строчек кода снаружи, все можно сделать при помощи кода, который расположен в комментариях самого Гоу. Вот как это выглядит. То есть вы описываете какую-то стороннюю библиотеку, это с функции со второй, со строка со второй по 12. Собираете, обязательно выполняете строку, которая называется importC. Собираете, подключается специальный компилятор, который выполняет весь этот код в комментариях, простите, компилирует весь этот код в комментариях, собирает, и у вас получается программа, которая ссылается на какую-то внешнюю библиотеку. И, например, Этим можно пользоваться, но крайне осторожно. Почему? Потому что сторонний C-код не участвует в планировке планировщика Go. Поэтому он может заблокировать весь поток. Все остальные программы просто не смогут продолжать выполняться. В разговоре про Go нельзя не упомянуть его богатый инструментарий, который идет сразу с раздачи. Это, наверное, было одним из самых сильных вау-факторов, когда мы посмотрели и сказали, ох, как круто. Там есть всего одна команда Go. И все инструменты вызываются какими-либо глаголами в рамках этой команды. Go build для того, чтобы собрать приложение. Go test для того, чтобы его протестировать. Go run для того, чтобы собрать и сразу же запустить. Go get для того, чтобы обновить зависимости. Можно сказать, что необходимо обновить зависимости не только этого пэккеджа, но еще и всех других пэккеджей в этом каталоге. Есть замечательная функция go.fmt, которая форматирует исходные тексты. Это приложение. Что на самом деле решает спор, как писать. Не нужно определять код стайл и заставлять всех палками использоваться. Достаточно просто включить go.fmt в hook.get для того, чтобы правильный способ описания исходников, который потом всеми будет легко читаться, потому что все к нему привыкнут, будет форсироваться. Есть go.doc, есть profiling, есть генератор парсеров и так далее. Их много, этих инструментов. IDE. До какого-то момента я предпочитал Emax. Я пробовал их все. Все, которые есть. Просто потому, что мне было интересно. Но на текущий момент времени я могу сказать, что лучший IDE для Go – это IntelliJ, причем не обязательно покупной, достаточно Community Edition с его собственным Go-плагином, который пишут в компании. Спасибо большое. Это для сравнения Go и Node.js, для понимания того, что именно привлекает Go. Обратите внимание, что и то, и другое делает примерно одно и то же. То есть это Hello World, который работает как HTTP сервер. Go компилируется, Go может выполняться во много потоков. И самое главное, потому что Go реализует ту самую парадигму CSP, и в Go усложнение логики не усложняет код. Если нужно что-то усложнить, сходите в базе данных, прочитать какой-нибудь файл. Вы просто пишите в response write, в функции handler. И даже если вы там будете где-то блокироваться, например, на доступе к базе данных, остальные сопрограммы при этом будут продолжать исполняться, код останется конкурентным. Для того, чтобы достичь той же самой конкурентости в случае Node.js, вам нужно будет усложнять логику, так или иначе. Конечно, там есть много различных способов скрыть всю эту сложность. Есть там Q, есть Async.js и так далее. Но в конечном итоге коллбеки сильно проигрывают в понимании кода, в скорости написания кода. Вот простому, понятному и линейному способу написания, какой предлагает Go и другие языки, которые имплементируют CSP, так или иначе. Go с точки зрения эксплуатации. Потому что понятно, что когда мы говорим о сколь-нибудь масштабном проекте, да еще и отказоустойчивом, эксплуатация — это едва ли не львиная доля того внимания, которое нужно уделять этому проекту. То, что нас удивило поперву, это то, что Go собирает статически. Там получается один единственный бинарник, у которого нет рантайм-зависимости. Я помню, что первое время я долго искал и не мог понять. Но не может же так быть. Должен быть способ сделать динамическую библиотеку, которая будет подружаться потом. Но потом мы привыкли до такой степени, что другие компоненты нашего проекта, например, медиапроцессор, написанный на C++, мы тоже стали собирать статически, потому что это удобно. Это, в свою очередь, дает крайнее удобство при дипломенте, при развертывании. Вы можете это сделать пакетом, можете контейнером, неважно. Сингл байнери — это крайне удобно. Нужно иметь в виду, что в Go есть сборщик мусора. И он с каждым релизом все лучше и лучше. В релизе 1.6 он лучше, чем в релизе 1.5. В релизе 1.5 он был просто в разы лучше, чем в релизе 1.4 и так далее. Но его все равно нужно иметь в виду. То есть, когда вы пишете на Go, нужно помнить, что вы пишете языком, в котором мусор собирается. Если у вас есть опыт написания кода для Java, для GVM, неважно, в каком именно языке, то вы знаете, что делать. И важный сюрприз, который мы получили, начав писать на Go — код перестает быть узким местом. Мы сразу же натыкаемся на другие узкие места. Это может быть диск, это может быть сеть, это может быть операционная система, это могут быть сокеты, их много. И к этому нужно быть готовым. Библиотеки. Как я уже сказал, Go практически форсирует писать все остальное на Go, потому что любая попытка притащить какую-то стороннюю библиотеку в Go, импортировать, как это принято делать в Python, в Arabi или так далее, в других языках, где существует BFL, в смысле большой блокировку, в Go это чревато проблемами. Поэтому, к нашей радости, даже в 2012 году мы обнаружили для себя, что огромное количество библиотек уже было реализовано на Go. И вот там, это было примерно двухмесячной давности запрос, можно там увидеть, что 35 тысяч репозиториев, у которых хотя бы одна звездочка на GitHub, в которых реализованы какие-то библиотеки полезные. Я могу сказать, что на текущий момент у нас еще не было случая, чтобы нам понадобилась реализация какой-то функциональности, и нам бы пришлось просто писать с нуля, ну там за исключением самого приложения, которое мы делаем. Сипа, например, реализации сипстека на Go на тот момент не оказалось. Ну и в любом случае это слишком важное приложение, чтобы брать что-то внешнее, мы писали его сами. А вот все остальные функции мы практически целиком брали из каких-то готовых репозиторий. Иногда их, готовых библиотек, иногда мы их там адаптировали под свои нужды, иногда они у нас просто там целиком импортируются, так или иначе. Но количество библиотек просто огромное. Вполне сопоставимо с количеством библиотек, которое есть для других языков, типа Python, Arabi и так далее. Кто использует Go? Ну икона, конечно, это Docker. Все знают Docker. Docker написано на Go. Почему написано на Go? Скорее всего, потому что это удобно, и мы потом пройдемся отдельно, почему разработчики могут выбирать Go с нашей точки зрения. Ну и еще потому, что это static binary. Для системы, которая управляет контейнерами, отсутствие зависимости и простота установки – это очень важно. Потому что она как раз должна решать проблемы зависимости, а не создавать их. CoreOS – проект, который был создан вместе с Rocket во многом, потому что его авторы в Гугле не были согласны с политикой докера, ну неважно. Важно то, что большая часть его компонент – Rocket, ATCD, который реализует, кстати говоря, RAFT, протокол организации консенсуса между группой серверов, они тоже написаны на Go. Kubernetes by Google – это тоже Go. Influx Data – просто прекрасная база, которая включает в себя не просто базу для сбора событий, но также еще и систему для отображения этих событий, систему для сбора этих событий конкретных с конкретных машин, систему триггеров, реагирования на какие-то события, на какие-то изменения в том, что вы потоке. Если вас замучил Zabbix, очень рекомендую, посмотрите в Influx, скорее всего, вам понравится. Grafana – опять же, это реализация интерфейса мониторинга, который умеет работать со многими источниками, в том числе с Influx Data. Это все написано на Go. StatHead – это проект, который собирает различные метрики и умеет делать из них выводы и строить графики и так далее. Тоже написано на Go. И список, на самом деле, очень длинный. Go используется очень много в самом Google, Go используется в Dropbox. Я бы рекомендовал обратить внимание на проект, который называется Go.js. Если кто-нибудь сталкивался с GitLab, это реализация GitLab, только не на Rabi, а на Go, которая, соответственно, в разы быстрее и требует в разы меньше ресурсов, а самое главное, если кто-нибудь сталкивался с попыткой установить GitLab непосредственно из исходников, то вы поймете всю эту боль. Это Go, Go, кстати, гораздо больше. Или, например, на TDB. Это база данных, которая работает поверх любого KVL-стораж и представляет интерфейс мойского наружу. Ну и мы его тоже используем. Сообщество Go. Здесь график, надеюсь, его хорошо видно. Ранг популярности на GitHub вот здесь и ранг популярности на Stack Overflow. Видно, что Go находится в списке достаточно известных и заслуженных языков, что для языка, который появился, по-хорошему появился 4 года назад, ну хорошо, не 4, а чуть побольше, это очень-очень неплохо. Есть ли угол недостатки? Очень много. Во-первых, нет параметрического полиморфизма, нет шаблонов, нет дженериков, только специальные операции для работы с RIMAP. И для людей, которым нравится писать шаблоны на C++, как мне, например, или для людей, которым нравится играть в Haskell, это, конечно же, боль поначалу. Провоцирует cut and paste, потому что иногда ты ловишь себя на мысли, что самый простой способ прилижать какую-то функциональность в Go, это взять, скопировать функцию, поменять не тип данных и получить новую, именно из-за отсутствия полиморфизма. Жестко диктует правила, включая форматирование. Нет исключений. Есть Panic и Carver, но его плохо использовать для управления, он не для этого. Это именно для того, чтобы отлавливать те самые сбои. Очень простой синтаксис, что в итоге приводит к тому, что места для фантазии нет. На самом деле есть. Просто когда вы работаете с Go, через какое-то время, когда проходит эта боль, вы понимаете, что вы не тратите время на то, чтобы придумать красивый алгоритм, вы тратите время на то, чтобы реализовать бизнес-функцию. Go забивает это в вас палками, не дает выйти наружу, не дает развернуться вот этому желанию. На тот момент, когда я рассказывал на прошлой конференции, не было нормального отладчика, сейчас появился Del, в котором можно пользоваться с оговорками. И недостаток, наверное, то, что внутренний планировщик не является вытесняющим, соответственно, можно заблокировать весь поток, особенно с Go, или если вы используете какие-то сильно вытесняющие функции. Как Go помогает принять эту культуру работы с отказами? Это очень сложный для нас был, для самих вопрос, потому что, когда мы изучали разные архитектуры, разные языки программирования и принимали для себя решения, мы, приняв решение, потом еще долго возвращались к попытке его рационализации. А почему все-таки Go? Почему не Erlang? Почему не Akuskala? Ну, потому что ответ «нам понравилось» нас не устраивал. Хотелось найти в этом «нам понравилось» логику. Конечно же, если сильно пытаться рационализировать, то рано или поздно придумаешь аргументы. Во-первых, это, безусловно, быстрая сборка. Сборка на Go практически моментальная, практически независимо от размера проекта. Это приводит к тому, что вы начинаете работать так же, как вы работаете с криптовым языком. Что-то поменяли и тут же попробовали. Соответственно, вот этот цикл поменял-попробовал, получается в разы быстрее, чем с любым другим компилируемым языком, особенно там со скалой. И в итоге приводит к тому, что скорость разработки растет. Вам нравится, разработчику нравится. Заставляет все делать в Go. Это верно. Но это дает вам контроль. Тот самый контроль, который требуется для того, чтобы иметь полный контроль над архитектурой сверху донизу и для того, чтобы вы могли работать с отказами. Развертывание одним бинарником. То, что позволяет относиться к… И это связано с другой особенностью Go. То, что, когда вы пишете на Go, у вас как бы естественно автоматически получается разделять весь ваш код на функциональные модули, также известные как микросервисы. Безусловно, конкурентность – это очень важное свойство Go, которое очень сильно помогает, если вы пишете сложную распределенную систему, которая к тому же должна быть отказоустойчивой и высоконагруженной. И быстрый старт-стоп такого процесса, этого самого сингл-байнери. Это позволяет относиться к процессам немножко проще, чем вы бы это делали например с GVM, с Ява-машиной, потому что, когда падает Ява-машина, это катастрофа, она потом будет очень долго вставать. Сбог гораздо проще. Если у вас вдруг, вы понимаете, что с каким-то процессом, с каким-то сервисом случился сбой, нет ничего страшного, если монитор у него просто убьет и тут же стартует. Это не позволит проблеме расползаться наружу на другие сервисы и позволит очень быстро с ней справиться. Есть ли еще какие-то другие причины, почему Go? Почему не только мы, но и другие разработчики высоконагруженных, вот те, про которые я говорил, выбирают Go в конечном итоге? Это один из парадоксов. Я вот читаю много всяких материалов по Go, и один из самых частых отзывов можно сформулировать примерно так. Я не понимаю, почему мне нравится Go. Он простой, неуклюжий, корявый, но он мне нравится, и я буду на нем писать. Это и мое мнение тоже. Можно ли назвать эффективную утилизацию многоядерных процессоров? Да, безусловно, потому что Go максимально эффективно утилизирует, и это гораздо проще и естественнее, чем на любом другом сопоставимой языке. Можно ли отнести к этим безусловным достоинствам, которые привлекают очень простой код? Да, возможно. Код получается простой, читаемый, и одно из достоинств Go для меня, это то, что порог, даже не порог, а кривое обучение получается очень крутой. Практически люди, разработчики, те, кто писали, начинают писать практически сразу, то есть с первого дня. Разработчики неопытные, я давал лабораторные студентам, и у них там со второй уже с третьей лабораторной получался вполне приемлемый код, просто потому, что Go не давал им сделать иначе. Быстрое развитие, а проект действительно очень быстро развивается, могучее сообщество, действительно могучее, могу подтвердить. Поддержка Google, которая где-то там стоит за плечами этого самого проекта, да, конечно, все это безусловно, но не только. Есть одно важное качество, Go работает всегда. Вы начинаете делать проект на Go, и через какое-то время вы понимаете, что Go отсек вас от всего лишнего, заставил сфокусироваться на конкретной бизнес-проблеме, вы ее решили, она у вас заработала. И я бы сказал, сформулировал так, что Go — это предельно практичный язык для инженеров, не для ученых, для инженеров. Ну и примечание для инженеров, которые заняты разработкой веб-сервисов и распределенных систем. Понятно, что бывают проекты, на которых инженерам лучше использовать какой-то другой язык. Важный вопрос. А что мы сами сделали на Go? Ну, как бы bullshit talks. В смысле, коды Coco talks, а bullshit walks. Наш проект, который называется Total Upcentrics, представляет собой динамический all-active cluster, который равномерно распиляет нагрузку между собой. Он практически резиновый, то есть в него можно нагружать столько, в него можно добавлять столько фронтендов, бэкендов, сколько вообще можно. Мы используем протобул для внутренних коммуникаций, SIP HTTP, WebSocket и другие протоколы для внешней коммуникации. У нас есть медиапроцессор, который, ладно, написан на C++, но тем не менее, который получает команды от процессов на Go. У него есть встроенный интерпретатор JavaScript для того, чтобы реализовывать сигнальные задачи. Да, мы используем JavaScript для того, чтобы реализовывать простую бизнес-логику, потому что эту самую бизнес-логику нужно менять гораздо чаще, чем само ядро. Первое, и при этом это не Node и вообще не V8, это интерпретатор JavaScript, который написан на самом Go. Первое, что мы сделали, безусловно, поскольку мы писали высоконагруженную телефонную систему, мы написали на том же самом Go, мы написали генератор нагрузки тестировщика вызовов, который на двух машинах может нам в легкую выдать 2000 вызовов в секунду, например. Он крайне DevOps, наш проект, поскольку мы писали для себя с любовью, то есть он крайне DevOps-френдли. Для того, чтобы на всем кластере запустить новое приложение, написанное на том самом я в скрипте, нужно выдать на любом из кластеров просто одну единственную команду, install application и указать, обратите внимание, указать репозиторий и конкретный номер версии в этом репозитории для того, чтобы все фронтенды скачали это самое приложение, развернули и, соответственно, запустили и продолжили с ним работать. При этом старые приложения какое-то время еще будут работать, пока там не закончатся звонки, которые его используют. И важный момент. Для того, чтобы сделать такой широкомасштабный проект, а он действительно широкомасштабный, с момента принятия решения для первого развертывания у нас прошел всего один год. Это, конечно, многое говорит и о моей команде, но это многое говорит о языке программирования, потому что, возможно, на любом другом языке программирования мы бы так быстро не справились. Применение, да, ну, кроме того, что мы там свой собственный сервис переводим на Go с вендорского решения и все новые платформы делаем уже только на Go, самое, наверное, масштабное на текущий момент реализация, не реализация, инсталляция нашей платформы, это мобильный оператор в Индонезии, для которого мы сделали систему голосовой почты на 70 миллионов абонентов, где на тесте, который мы, опять же, делали при помощи своего генератора нагрузки, у нас получилось на 16 машинах 1800 вызовов в секунду или 50 тысяч одновременных диалогов. На текущий момент там текущая загрузка это 280 вызовов в секунду, то есть почти наша загрузка только минутная у нас. Целевая нагрузка будет, соответственно, 600 вызовов в секунду, то есть 100 миллионов вызовов за одну неделю. Все это сделано на 16 серверах, из которых 7 аппликационных серверов на Go и 9 серверов, которые используют медиашлюзы на C++. ЦЕФ мы используем в качестве хранилища этих самых записей голосовой почты, и эта платформа выдерживает одновременный сбой двух серверов, вообще без каких-либо последствий для функциональности. И разумеется, она поддерживается роли на апдейс, то есть если нам нужно обновить приложение текущее, то мы это делаем просто одной командой. Я показывал, если нам нужно обновить, когда нам нужно обновить само ядро, написанное на Go, то мы просто последовательно останавливаем, дожидаемся, пока звонки заканчиваются, обновляем, поднимаем и так далее по кругу, пока все эти сервера не сделаются. Довольны ли мы с вами выбором? Ответ, безусловно, да. По прошествии трех лет разработки на Go я могу сказать, что да. То есть Go не просто отлично подходит для отказа следующих проектов, Go помогает придумывать. Вот та самая гипотеза линксической относительности. Go помогает, форсирует вас думать так, что проект получается отказоустойчивым. Спасибо большое. В онлайне есть не вопрос-отзыв, есть отзыв просто замечательный доклад. Поэтому очень хорошо. Есть вопрос у меня. Было указано в слайдах, что огромное количество библиотек. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не расслабляет ли это, как вот пример с недавним НПМ, в котором там один строчек кода, из-за которого все потом пошли страдать. В случае с НПМ все-таки ситуация немножко другая, потому что там не просто внешние репозитории, а там специальные внешние репозитории, откуда он скачивает практически бездумно. И здесь порог для подключения внешней библиотеки все-таки несколько выше. Нужно ее импортировать, при этом там автоматических зависимостей оно само по себе не потащит, их все равно нужно будет делать руками. Поэтому порог выше. Но безусловно, когда произошел вот этот факап, мы сделали все нужные выводы и там с тех пор нужные нам библиотеки, которые у нас есть, мы просто делаем либо на самом же Едкабе форк, либо там затаскиваем форк себе вендорский и потом уже внимательно смотрим, что с ним происходит. Ну, тут скорее вот именно двояки такой вопрос. То есть, с одной стороны, действительно про автоматические зависимости, это я понял, а с другой стороны, именно сам язык не формирует ли вот такой подход к программированию, что даже там маленький кусочек, который там те самые там 10-20 строчек кода, которые можно было бы написать, я писать не буду, я возьму уже библиотеку, которая это сделала. Вот Go к этому располагает или… Скорее нет. Go как раз располагает тому, что если у вас необходимость есть написать 10 строчек кода, их проще написать. Да. Спасибо за доклад. У меня есть не вопрос, а небольшое уточнение вопроса скорее. Смотрите, для того, чтобы делать системные вызовы в Go, в принципе, существует та же проблема, что и в Sego, что он может заблокироваться. Не обязательно в общем-то на ЦПУ. И решается это достаточно просто. Все Go-рутины с того треда, на котором, собственно, блокировка произошла, они мигрируют на соседние, которые создаются на лету. Есть даже ограничения на 10 тысяч нативных тредов по умолчанию, и мы даже на такое натыкались иногда. То есть Sego скорее проблемы не в блокировании треда, а в том, что сишные программы могут писать в любой регион памяти и влиять очень негативно на стабильность и предсказуемость работы программы. И не работать с GTS иногда тоже. Да, спасибо за уточление. Действительно все так, и действительно есть этот самый механизм. Смысл в том, что планировщик Go работает не с потоками, а он работает просто со всей самой очередью задач, и, разумеется, он разбрасывает их по тем потокам, которые на текущий момент доступны операционной системе. Продолжение следует...